Приветствую вас! Для начала давайте попробуем немножечко расставить все точки над «и». Вы говорили о том, что у вас была депрессия. Если я правильно вас понял, и в результате этой самой депрессии вы пришли к тому выводу, что вам нужно делать что-то вот как раз самой. В результате этого решения вы устроились поводом, и, собственно, у вас начало все получаться. Вот, и получалось до тех пор, пока не пошли конфликты с поваром. Не пошли конфликты с шефом, ну, с шеф-поваром. Понятно. Вот. И, значит, вы говорите о том, что виноваты опять вы, что вы не умеете строить отношения с людьми, что вам нужна искра для того, чтобы что-то делать, и так далее. Что я вам хочу сказать? Во-первых, во-первых, никакой искры для того, чтобы что-то делать не нужно. Искра — это страсть. Практически всегда искра — это именно страсть. И если вы ставите, как бы, вот свою жизнь в зависимость от страсти, то, естественно, что у вас вся ваша деятельность, вся ваша активность будет только лишь, ну, знаете как, вот достаточно, я бы сказал, достаточно стихийно развиваться будет у вас все. То есть вы стихийно будете чего-то добиваться, и стихийно будете потом разочаровываться в том, что вам хочется. А это не есть хорошо для человека, который, ну, например, там, занимается разного рода работой. Человек, если он понимает, что он хочет что-то делать, человек, если он понимает, что ему какое-то дело нравится, он просто берет и им занимается, и все. Ему не нужно кому-то что-то доказывать, ему не нужно с кем-то спорить и так далее. А здесь возникает вопрос. Почему? На каком основании вы стали ссориться с адвокатом? Почему у вас начали возникать с ним ссоры? По поводу чего? Зачем вы оставили свою точку зрения? Она касалась чего? Вашей работы, например, или вашего, там, мнения о себе и так далее. То есть во имя чего вы вступали в конфликт с человеком, который априори является выше вас по иерархии. Вы же ему нравились. У вас была взаимная симпатия, как я понял. А потом почему-то это все исчезло. И вот мне очень бы хотелось, чтобы вы постарались для себя это определить. Далее. Вы говорите о том, что у вас проблемы с общением с людьми. Они все разбегаются от вас, от того, что вы говорите. Здесь ситуация заключается в следующем. С одной стороны, вы не уверены в себе. С другой стороны, вы чересчур зависимы, ну, как следствие, вы чересчур зависимы от мнения других людей. И поскольку вы не уверены в себе, поскольку вы хотите добиться чего-то, значит, вот как раз от людей, то вы тем, из-за этого по вот этой как раз, причинник, вы пытаетесь с ними постоянно, я имею в виду с людьми, вы пытаетесь с этими людьми общаться так, чтобы они вас, грубо говоря, оценили. Чтобы они вас, грубо говоря, поняли. Чтобы они вас воспринимали так, как вам хочется. Вы ориентируетесь в общении с людьми не на то, как они вас видят, а на то, как вам кажется, они должны вас видеть. А это все-таки немножечко разные вещи. Поэтому вам необходимо перестать пытаться показаться людям кем-то, кем вы, как я понял, не особо-то и являетесь. Вы называете себя дручелюбными, вы называете себя положительными и так далее. Но если люди от вас разбегаются, значит, вы не можете найти с ними общий язык. А что такое общий язык? Общий язык – это когда человек понимает ваши намерения, вот то, чего вы хотите. Когда человек понимает ваши поступки, ваше поведение, когда человек понимает, что вы говорите. И когда в его глазах то, что вы говорите и то, что вы делаете, образуется единую систему, единую схему. Если это не так, если этого не происходит, то возникает недопонимание. Поэтому, когда вы общаетесь с людьми, вам нужно в первую очередь понимать, стараться отдавать себе отсчет в том, как вас воспринимают другие. И арестироваться именно на это. Устанавливать контакт с другими – это не отстаивать свою точку зрения во всем и всегда. Устанавливать контакт с другими – это значит уметь понимать другого, уметь уступать им, но при этом четко осознавать, где, грубо говоря, граница ваших интересов. Но не превращать ваши интересов в некую такую, знаете, идею фикс. То есть, чтобы вы везде и всегда защищали ваши интересы, даже когда, в общем-то, вам ничего во вред не играет. Вот таких аспектов нужно тоже избегать. И я полагаю, что это связано с тем, что у вас отсутствуют ценности. У вас отсутствуют ценности, ну, я бы сказал так, у вас отсутствует четкая система ценностей, которая бы помогала вам вести себя правильно по отношению к людям. Из-за того, что отсутствует четкая система ценностей, вы только можете как бы загореться, вот, например, идеей какой-то, да, а вот четкой системы ценностей у вас нет. То отсюда все проблемы. Четкая система ценностей это в первую очередь. Что для вас в глобальном смысле слов? Ценно и значим. Вот именно для вас что ценно и что значим? Какие идеи проистекают из этого, из этих ценностей? И какие формы реализации этих идей вы могли бы выбрать для себя? Вот об этом я рекомендую вам как следует подумать. Вам говорят люди, что, например, у вас нет своей фишки и что вы распыляет. Что это значит? Это значит, что вы не можете правильно организовать свои силы. То есть, вы делаете то одно, то другое, то третье, то четвертое и так далее, но при этом у вас нет основного вида деятельности, к которому бы вы относились как к работе, как к средству заработка, то есть как к приоритетам. А с другой стороны, нет хобби, к которому бы вы относились именно как к хобби. Вы пошли, например, работать поваром. Это здорово, вы молодец. Вам нужно было относиться к этому как, во-первых, к возможности готовить, то есть делать то, что вам нравится, и второе, как к возможности заработать денег. И все. И с каким поваром, и с каким начальством вам не стоит в данном случае ссориться. И если вы договоритесь, что вы боитесь идти на другое место работы, вам нужно расставить свои приоритеты. Что для вас занятие той деятельностью, которой вы хотите заниматься? Что это? Работа или реализация? Если вам за это платят деньги, если вы работаете, если вы замещаете определенную должность, то вы всегда, всегда находитесь в подчинении у других людей. И вам нужно это подчинение обязательно учитывать. Потому что если вы работаете на кого-то за деньги, то там, если на работу определяет тот, кто вам платит. Вот если вы сами станете шеф-поваром, или сами будете занимать какую-нибудь руководящую должность, вот тогда уже вы можете продвигать свои взгляды. Но пока, пока вам нужно четко расставлять свои приоритеты. Без приоритетов вам будет очень сложно. Без приоритетов вам будет очень трудно. Трудно как раз таки оптимизировать, значит, свои ресурсы. Вот. Значит, что еще вам сказать? Не нужно пытаться себя зажечь. Нужно просто понимать, что вы хотите делать. И делать это спокойно. Получается, пока вы говорите, пока вы горите, вы делаете. Как только гореть перестаете, сразу перестаете делать. Это неправильно. Далее, значит, я знаю, когда вам не искра, у меня получается все. Искра – это не стабильно. Вы так ничего не добьетесь. Это будет идти к своей цели. Нужно не искра. Нужно идея. Нужно четкое понимание, что вам все нужно. Для чего нужно. То есть не искра. Не какое-то внутреннее желание. Потому что там это, когда у вас горят глаза, и когда вы счастливы от того, что делаете это здорово. Но это эмоции. Ставить работу в зависимости от эмоций нельзя. Эмоции не постоянные, а работа постоянная. И по требованиям в средствах тоже постоянные. Значит, я не могу справиться сама. Чувствую, что корень проблемы засел слишком глубоко, у меня больше нет силы его вырывать. Ну, корень проблем, на самом деле у вас нет корня проблем. У вас знаете что? Смотрите. Во-первых, вы вините себя за то, что вы просиживали станы в школе и в университете. Хотя винить себя не стоит. Тогда на тот момент у вас это было наиболее приемлемое для вас поведение. И его нельзя считать аномальным, его нельзя считать неправильным. То есть вы сейчас пытаетесь наверстывать что-то из того, что вы упустили. Тогда это здорово. Но опять, нужно знать четкая цель. Для чего? Для чего я наверстываю? Я наверстываю что бы что. Вы говорите что? Я хочу научиться писать. А учиться писать не нужно. Не нужно научиться. Нужно просто брать и делать это. Также, значит, ушла с танцев, потому-то я капризничал. Ну, вы были упичьи, что вы были трех, а что именно это значит? Вы были маленькой? Ну, о чем тогда можно говорить? А вот почему вы не смогли закончить университет? Это уже куда более важный аспект. Вот. Вы говорите, что у вас месяц была депрессия. Откуда такая информация? У вас был диагноз, у вас есть диагноз депрессия? Вот. Значит. Ну, вот вы пишите еще, что я хотелось, чтобы обо мне все узнали. Очень такой интересный, интересный запрос. А зачем вам, чтобы о вас все узнали? Зачем вам это? Вы так хотите почувствовать собственную значимость? А что такое собственная значимость, Валерия? Это не обобрение других людей. Собственная значимость – это не то, что вас знают все. Собственная значимость – это не знаменитость. Собственная значимость – это осознание того, что вы действуете в соответствии со своими ценностями. Понимая свои интересы, имея четкое представление о том, что вы будете делать, чтобы продвигать, реализовывая свои интересы. Принимая целиком и полностью себя и принимая других. Их. Вот это, собственно, и значимость. Собственная значимость – в купе с возможности сделать выбор в неопределенных ситуациях. Опять же, в неопределенных ситуациях выбор делается исходя из ценности человека. Когда непонятно как поступать, вы не делаете выбор исходя из своих ценностей. И, сделав выбор, вы его отстаиваете. Именно выбор исходя из ваших ценностей. Но с поправкой обязательно на ту ситуацию, которую вы оказали. Как вот было – это в моем примере с работой вашей. Вот. Так что, резюмируя, мне бы хотелось сказать, что вы просите помощи, но при этом вам помочь реально одним ответом на вопрос нет возможности. Чтобы помочь вам реально, нужно распутывать весь этот клубок, который у вас есть, который состоит из комплексов, из неуверенности в себе, из страхов, из противоречий, из неверных установок. Вот. Все это нужно разбирать, на это нужно время. И ваши усилия. Так что, если будете готовы, то вот основные моменты я вам осветил. Вы можете подумать о том, какие препятствия у вас стоят на пути к этому. И именно об этом поговорить с психологом, которого вы можете выбрать на нашем ресурсе. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!